И пошла, 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 новая история, пошла любовь. Понятно, но почему здесь-то все разрушилось? Казалось бы, ваш человек. Казалось бы, да, казалось бы, все хорошо, все замечательно, все здорово и обойдут чувства. Я как военный человек влюбился, женись, сделал предложение руки и сердца, причем это сделал очень красиво во Флоренции. Ее любимый город. Ее любимый город с шикарным кольцом, который был погружен в бокал шампанского и преподнесен официантам. Ну и так далее и тому подобное. Ну, как же ж не заладилось-то? Ну, потому что опять я погрузился в работу, появился новый проект, в котором я действительно с ног до головы был погружен. И отсутствие меня заставляло ее скучать, заставляло ее переживать, что она на вторых ролях. И вот вы и дарите сертификат в клуб, где учат танцевать. В клуб, где учат танцевать, в элитный клуб Москвы, где учат танцевать, в самом центре города. Это называется «Пчелы против меда». Да, да, когда ты сам себе создал капкан. Сами отдает. Сами отдает, сами оставляет. Потом плачет. Я ездил по командировкам, она ездила отдыхать. А они так танцевали, танцевали, чуть с постили не упали. Нет, 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 нет. Нет, 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 как раз таки все произошло в сентябре месяце. За что нет, нет, когда да-да, и закрутила она с этим танцором, со своим диско, учителем танца. Она неоднократно меня предупреждала о том, что ей все это не нравится, что мое отсутствие ее очень сильно напрягает, что она не чувствует внимания. Ну, короче, как узнал-то? Узнал очень просто. Она во сне вдруг стала делать такие движения, да? Узнал очень просто. Я, говорит, репетирую, только почему ты звала «Вася, Вася». Случайно открыл ноутбук, что вообще не свойственно для меня. Что умею вам? Да, и там увидела всю переписку, соответственно. Ну, вот смотрите, Маркус, ну это же всего лишь переписка. Если кто-нибудь мою переписку откроет, меня уличат во всех грехах. Лариса, ну я сразу же, когда увидел, сразу же его на шоу, сразу же с ним встретился. И он что? По-мужски. Конечно. А он? Вы мне обломали? А у него через два дня была передача «Танцы со звездами». А, и? И по-мужски мне с ним не получилось поговорить. И пытались ее удержать, образумить? Три месяца пытался удержать, образумить, пытался внушить. Я вспомнил одну интересную историю, когда мы приехали в командировки. Я, как истинный десит, сэкономил, значит, заработал. Я хотел снять жилье попроще, где-то там в городе, не у моря, чтобы заработать какие-то деньги. Она говорит, нет, я хочу у моря, я хочу с видом на море. Все. Вот это никак иначе. Заработок закончился. И экономии нет, да. То есть еще наоборот, и в минусах, да? Ну, не в минусах, но в нуле. Зато удовольствие. А пора апелляции, извините, я просто знаю эту интимную историю. Ну да, было и такое. То есть мне заявили, что я хочу пройти курс апелляции. Я говорю, ну нет, просто шугаринг, пожалуйста. А что это такое, извините? Шугаринг? Это горячий сахар, да? Да, совершенно верно. Слава периодически делает. Я тебя умоляю. А она говорит, нет, мне надо лазерная депиляция. Это эффективно, это модно, это классно. Которая на тот момент стоила, ну так, где-то в районе 70 долларов процедуры, я так прикинул, на 10 процедур минимум. Это нормально. Она такая волосатая была? На самом деле, все женщины желают быть идеальны, правильно? Ну, 10 процедур, это too much. Считает. Это плохо. Это очень плохо. Нет, ну это неплохо, это нормально вообще, но... У нас смотря как, как он это делает. То есть это для каждого человека делает. Ну хорошо, вы ей дали эти деньги? Да, лицейтинав. Ну и она теперь счастливая, лысая и довольная. Она уже себе так, знаете, до кучи решила, думает, дай-ка пока деньги есть, все себе уберу. На всякий пожарный. Не, ну на самом деле я же тоже не дурак, поэтому не было там 10 процедур. Вот, пару раз сходила и все. Ты находишься в комфортной обстановке, комфортно себя чувствуешь, ты уверен в себе, конечно, весь у нас смешной эмоциональ. Это трудно. В конце концов, мама может сказать, мне все равно, слава, кого приведешь, ведь завтра я все равно умру. Поэтому. Что, прям так, да? Конечно. Конечно, конечно. Вот я уже и кровать постелила, она мне больше не понадобится. Так что будете прислушиваться, нет? Конечно, безусловно. Ясно. У вас с бабулей такие теплые отношения. У меня семья, да, у меня семья замечательная. И у меня не только с бабулей, у меня и мама, и папа, я очень семейный человек. И бабушка у меня очень активная, конечно же. Где живут? В москвичи. В москвичи? Да. Вам вот это надо, Одесса, нет? Когда он будет говорить «кацапка», москали в космос улетели, шоу-си. Да и это хорошо поведение. Он же зачем-то приехал в Москву. Да он так проездом. Знаете, как говорят одесситы, будете проезжать в Одессу, проезжайте. Дорогая моя, оно вам надо? Но ведь если это будет настоящая любовь, я готова ехать куда угодно. А вы поедете, или он скажет, не, лучше я к вам в России? А вот я не знаю, как мужчина. Мужчина должен быть хотим, как он скажет. Конечно, он сюда захочет. Украина по-любому. Украина, да? Да. А какое это варенье? Из чего? Варенье из грецких орехов и еловых шишек. Обожаю наше любимое варенье. Я пробовал тогда, вкуснятина какая. Классно все будет. Молодец. А я вот смотрю, прямо из моего жизни мы такое видим. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, двойные шишки похожи на туту. Класс. Можно попробовать. Я такое даже не видела никогда. А это же... Я попробую, да? Я попробую. Классно. Классно, не объем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня тут ничего необычного. Нет, потому что чай-то, господи боже, кто только не поил невест чаем, но чтобы варенье из шишек из елова... Я бы назвала это варенье рамуальд. Здорово. Спасибо, Ирина. И прожила ей 20 лет, а потом уехала. Но у вас же были отношения с ней эти 20 лет? В смысле, спали? Ну, естественно, а как? Как с врагом народа только. Он прямо ее со всей страстью, не страстью, со всей злостью на нее отомстил каждую ночь. Точно, как врага народа. В смысле-то были другие же. Естественно, а ну-ка встань, ты враг, ну-ка иди сюда, за волосы ее. Вражьей шкуры. Не было? Хотя здорово и силен, но такого, чтобы... А продолжал гулять-то после этого? Нет, а после этого-то продолжал гулять, честно. Боялся уже, наверное. Подействовала, я чувствую, подействовала. Боялся, боялся. И вот сейчас вот... Женщины, я вас умоляю, вы сейчас смотрите телевизор, не надо. Вы знаете, как есть реклама, говорит, не пробуйте, не пытайтесь повторить. Потому что Юра профессионал, понимаете? Он выжил, но вы не пытаетесь... Внутренний мир. Да, а стержень. Поэтому время должно пройти. Такие вот прям вот не программы без пошлости. Ужаска. Обалдение, что ли? Я сказала про стержень, она сама входит. Нет, я же сказала про стержень, о котором все девушки говорят. Одно дело, когда сказали внутренний стержень, одно дело сказать, и внутренний стержень, и так глазами сделать. Понимаешь? Потому что я артистка. Поделок сказал, и внутренний стержень. Поэтому, дорогой мой, Саш, ну пусть пройдет время-то какое-то. Сначала к вам, Сергей. Вы привыкли на какой стороне кровати спать? Жена у вас будущая слева или справа? Вот здесь должна быть. Справа? Да. Ага. А она вот любит слева? Да, исключительно. А вот я вот перед программой Василиса тоже спросила. А ты, кстати, с какой стороны? Справа. А я сказала, что все нормальные женщины слева. А я вообще одна люблю спать. Это все не столь важно. Ой, не важно. Знаешь, как браки распадаются вот с этой стороной-то? С ума сойдешь? Будешь так перелазить каждую ночь туда-сюда. Это решается просто. Передвигается кровать таким образом, чтобы женщина спала у стенки. Потому что это более защищенное место. И уже справа, слева не важно. А вот еще вы хотите отдых от мужчин своего раз в неделю? Это как? Я бы объяснила такой момент. Я бы хотела, чтобы мой мужчина не был против моего общения с моими близкими людьми. Это вот мои, да, в данном случае. А вы что, ссылку или на так? А зачем же целый день посвящать? Нет, это просто немножко утрированно слышится. Нет, именно вот такое. Лучше не надо, потому что он найдет себе дело в этот именно. И будет его ждать с каждым годом с большим удовольствием. Так, когда у моей выходной? Так. Понимаешь, поэтому не надо. Зачем вы ему сами реально? Да и вообще раз в неделю это очень много на самом деле. В жизни это очень много. А у вас ведь были какие-то попытки зароманить с москвичками? Были. Ну? Ну, получилось. Одна познакомились. Я работал на маршруте 209 маршрут, метровых, 138 квартал. Она говорит, вот у меня муж ушел. Кран течет. Кран течет. Некому сделает. Кран одному держать, а другому там что-то делать. Ну, вы еще не знали, что по-московски «приди починить кран» переводится буквально «приди ко мне, я одинока». Нет. Но мы все равно кран починили. А она стоит, у нее уже грудь, буквально ей разбивает лицо, потому что так вздыбливается. Нет, нет. А вы всю кран там чините. Она попросила, я кран починил, потом через день, два, три приходит. Она уже прямо низким говорит, приди еще в аван. У меня еще что-то протечет. Пришел, говорит, плитка там отвалилась. Плитка отвалилась, у нее уже с нее все свалился, а вы все чините. Плитка. Я пришел ту плитку, ей поставил, все. Потом думаю, вот скоро Новый год. Звоню, давай встретимся. Она говорит, нет. Говорит, извини, я с мужем сошла. Говорит, нормально. Так потому что она дурака у вас, двухметрового. Раз пригласила, второй раз. Вы ей там все чините. У нее крыша уже текла от желания с вами сблизиться. А вы наивные доверки. Вот ты село, ты село. Короче, а второй тоже был такой у вас случай. Ну, второй вот москвичка. Мы три года с ней в Ивана поездили. Все, а потом она... А встречались где у нее? Она позвала жить. Я жил у нее там. Жил у нее? На машине возил ее. Ну, как, у нас магазин у нее детские товары. Я сколько проходил? Ну, помогали ей. В три ночи проходил, два часа спал. И по МКАДу везде. Опять она вас, да, на работу? На работу. Ну, такая раб сила еще и по дому, мужичок. Ну, я потом начал учить ее на машине, научил немножко ездить. Ну, а раз попросила, я уже так чувствую, что вымотался. Не получается. И про красный день. Говорит, до свидания. Она сказала, да? Да. А что, она уже в машину сама может водить? Ну, зачем же? Дома уже, наверное, все починил. А вот вы ручками своими в банкете написали, все можете. А что можете? Я делаю сам ремонт дома. Что, долго вы его делаете? Долго, ну... Евро, наверное. Ну, хочется евро. Хорошо делает, а что, что рапузничать в этом деле? Да и ремонт дорогая история, даже если сам делаешь. А вот мне телевизор повесить надо, можете? Тебе уже один прибил палочку. Помни, помни, не забудем. Долгая была история. Поэтому Андрюша пришел, ему 28 лет, побойся бога, пожалей пацана. Так я про что, просто проверить? Без себя проверит, Рос. Мама проверит Сезанину. Проверялкина. Ко мне электрики приходят, ой, каждый раз зовешь, ну, чтоб просверлили еще к тому же. Полторы тысячи, говорю, почему так дорого? Говорят, а что вы, бедные, что ли? Знаешь, как они хорошо зарабатывают? А что это ты каждый раз зовешь? Ну, чтобы к тому же просверлить, тогда потом она на нос будет высверливать после этого. Люстру повесили, ну, повесить, а что? Да, 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 люстру повесили, встали. Знаем, знаем. Весело-весело, Роза, живешь. Любимые, почему мне не 24? Ну, такой взгляд, ну, такие глаза. Да смущала пацана-то. Да ладно, он сейчас сюрприз покажет. Все про меня говоришь. Я-то как мать. Мужчины вашего типа, как бы вы сложны ни казались, достаточно легко управлять. Если она научится со слезами на глазах выносить под Новый год гостям ваши картины, а потом наутро их обзванивать и спрашивать, правда понравилось, вам правда понравилось, то вы уже будете достаточно счастливы. Да. Я могу сказать, что если она будет это делать искренне, любя, вам действительно по-настоящему повезло. Но, увы, могут найти стервы, которые будут вас обожать для вида. И когда вам говорят, смотри, я не могу идти в этой старой шубе рядом с тобой, понимаешь, с тобой. Это правильно, надо на заметку взять, кстати. Да, и вот я хочу сказать, что мужчину, к сожалению, очень легко этим купить, а мужчину вашего типа тем более. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы девушка на самом деле любила, чтобы на самом деле отдавала, чтобы на самом деле уважала. Но, правда, мы ищем сегодня поклонницу творчества консердера. Не будет ждать никто, поверьте мне, Наташа. Но у нас есть сборы, которые длятся месяцами. Вот о чем мы речь. Тогда из своих. Может, у жениха спортсмена. Тогда только из. А если влюбится, если будет глядеть, не отрывая взгляда, и по телевизору смотреть вообще за всеми матчами, которые происходят? Ну, с телевизором спать будет в обнимку, конечно. Два месяца подождет. А потом подружка какая-нибудь рядом на диване будет с ним болеть. Лариса, значит, это не настоящая любовь. Значит, Наташе нужно выбирать. Либо в 24 года замуж, либо в 27 придет к нам еще третий раз, и он же счастливый. Ну, Василиса, ты же сама понимаешь, что это нереально, но не будет ждать. Ни женщина не будет ждать мужчину по два месяца. У меня есть, и каждый из нас рассчитывает на это любовное, счастливое исключение. Да, мой брат, который ездит на сборы, его жена с двумя детьми, ей уже не до воздыхания. И то, если его две недели нет, она ему уже звонит с такими претензиями. Едет хотя бы на несколько часов домой. Ну, неправда, давайте не будем идеализировать. Не нервничай, ладно? Давай, я обниму, чтобы не трясся, а то прям как осеннелый лист. Мне не 24, чуть больше. Где с такой? Малыш, боже мой, боже мой, как прямо трусится. Как не переживать, как не переживать сейчас в наше время. Конечно, волнительно. Трясется прям весь. Попал под влияние вот этой взрослой девушки. А когда надоело все, чем дело закончилось? Самый вот последний был момент, когда вот как раз она мне сказала про вино. Что-то еще не пей. Да что ж ты такое? Она там выпивает, сколько ей нужно, мне не пей. Я абсолютно нормальный человек, я выпил, я занимался спортом. Мне не интересовало это алкоголь. Ну, это проблемы у девушки были какие-то с головой. А вторая девушка, которой денег было все мало? Познакомились на сайте знакомств, начали общаться. Во время общения она мне рассказывала про своих ухажеров. То, что они по 40, кому 30 там, ну, неважно, 45, постоянно на Мальдивах, на всяких разных островах, которые я даже не слышал никогда. Дорогие курорты. Я сразу думаю, ну, что мне там делать? Я перестал совершать звонки, думаю, ну, я не туда лезу. Абсолютно. И тут она мне начинает один день звонить, второй день звонить. Я говорю, почему ты мне звонишь? У тебя такие все любовники, все при деньгах, все, что хочешь, все твое. Ты мне понравился, ты простой человек. Ты так по работе, а ты для души. Жестокая, Лариса. Ну, в общем, если сказать честно, ну, я на это повелся. Приезжаем домой, я знакомлюсь с родителями, она великолепная девушка, помогает, убирается, сама на все напрашивается. Давайте я это сделаю, давайте, что я думаю, да что, может, ей на самом деле нужен уже простой человек. Ну, устала она от всего этого. Приезжаем в Москву, происходит следующее. Я на работу. Она перечислить и тоже на работу. Так оно и получалось. Только она в ночную работала. Она не работала. Ну, у нас... Да кто их знает, чем они там занимались? Не говори, ну, Димон, ну не тяни, господи, боже, ну давай, и... В общем, я прочитал раз у нее смс-ку. Приезжай ко мне. Номера нет. От него. Интимная, в общем, смс-ка пришла. Ну, понятно, захвати с собой. Я спрашиваю, что это такое? Она улыбается и молчит. Иди ешь. Я кому сказала? Да нет, спасибо, кушать я уже не хочу. Объясни мне, она сидит и улыбается. Она говорит, Димон, а ты думаешь, вот эта еда, которая у тебя на тарелке, с тем, что ли, упала, тебя с работы принесла? Подумаешь, говорит, переночевал со мной и все. Вот именно. Он просто переночевал. Ой, ужасно, на самом деле. Как вы еще рассказываете про это? Вторая проверка заключалась в том, что человек приезжает и рассказывает мне историю о том, что у него, его ждет очень сложная операция, и что процент того, что он встанет на ноги, было не меньше, там, 30. Я, значит, что придется вам всю жизнь возить инвалидную коляску. Да, ты уходи, ты очень молодая, красивая, тебе нужно будущее. И заплакал при этом, наверное, да? Да, естественно, все это сопровождалось... Какой момент это было? В 70. Только в 70, когда уже первые признаки маразма начинаются вот такие вот дела. Да, сопровождалось все это истериками. В общем, я поддерживала, как могла. Я в это все дело поверила. Хорошо, я отдам тебе свои почки, свои ноги. Живи. Только живи, да-да-да. Ну, в общем, поддерживала, серьезно, и правда поддерживала. Почему-то мне... Причем никогда не показывала, что, там, мне действительно его жалко. Я всегда говорила, что, ну, надо надеяться на лучшее. Потому что определение ваше состоит из четырех букв, не из пяти. Дура. Спасибо. Ну, в общем, закончилось тем, что не было никакой естественной операции. И человек мне еще говорит, что ты забирай, пожалуйста, мою машину. Если ты останешься со мной, ты забирай мою машину и будешь меня возить, там, вплоть до инвалидной коляски. Вы сказали, да ладно, я тебя на горбу, ну, с вами буду таскать. Зачем машина-то? И вот когда вы проверки эти прошли, он что? Потом просто человек собрался и поехал в Турцию отдыхать. С друзьями со своими. Да, и говорит мне за день, да, это с другом, с одним другом, за день об этом сообщает и говорит, вот так и так, у меня завтра поездка. Я говорю, хорошо. А это была проверка, знаете, на какое пределение? Лохушка обыкновенная. Нет, я больше этого не терпела. То есть, ну, естественно, это чему-то должно быть. Квартира есть. Ну, да, конечно, да. Машина. Есть, недорожник. Ой, как хорошо. Планирую расширяться. Ничего хорошего. Перед девушкой встанет перспектива того, что после первого свидания ей расскажут, чего она не сделала, а также запишут этот весь. А пускай ведет дневник, пускай его запишет, что надо. А, Ирина, не боитесь, что вас в комплексы вгонят, Валерий? Ну, если честно, мне нравится. Это уверен в себе. А потом нет, а мне нравится такой подход. Ты знаешь, вот у меня были до тебя две девушки, я с ними расстался, потому что они были незатейливые и, в общем-то, они меня не устраивали в постели. Это для чего говорится, чтобы вы старались прямо в первый же день, в первую же ночь. Зажигали так, чтобы... И каждые пять минут... А я как? На самом деле, у меня такие же большие запросы. Не такие же большие. Ой, вы в курсе. Расскажите, пожалуйста. В плане девушки. Девушка, у меня не такие большие запросы. А я даже представляю, как может наша Ирочка отомстить, она же венеролог. Я уже боюсь. Да. В нашей профессии выраженная полигамность очень... А вы справку. Устраняется быстрыми методами, я бы сказала. Вообще формально. По факту, да, уже были разговоры о детях, о серьезных взаимоотношениях. И я подумывал, что почему бы нет? Вы ей изменяли? Вы знаете, что такое измена? О-о-о-о, что такое измена? Нет, за этим делом пойман не был, однако бывали такие случаи... Опять, впрямую не говорить, пойман не был. Да не пойман, а по факту это было или нет? По факту нет, не было. На самом деле, как можно изменять любимую женщину? Молча. Вот, и тут она мне пишет, что ты не должен этого делать, потому что эта вся история была организована как раз той первой девушкой. Ей прокладили, да? Да, она получила деньги, причем, ну, относительно для нее, видимо, не маленькие, хотя она могла их у меня взять. То есть она была проституткой? Нет, ни в коем случае. Если она за деньги приехала и с вами... Я ни в коем случае не хочу говорить о ней плохо, я не хочу вот ее... Нет, я не говорю плохо, это просто ее оказалась профессия. Потому что если вы, например, вот к Василисе подошли, вы предложили бы ей там миллион, хотя за миллион не смогли. Ну, смотрите, одно дело, допустим, если бы она не поймала... Ты сидишь со мной рядом почти шесть лет. Вы просто ее не предлагали пока, Василиса, что мы делим шкуру неубитого мира. Ты знаешь, дело я себе предлагаю, да? И во сколько же вас оценили? В 100 тысяч рублей. В 100 тысяч рублей. Сколько? В 100 тысяч рублей. Я не думаю, что это какие-то огромные деньги. Нормуль, нормуль, чувак. И вы знаете, я для себя самый главный вывод правильный сделал, что женщин ни в коем случае обижать не рекомендуется. Почему? Ой, ладно. А что ж, теперь всем отдавать согласие, что ли? Отдавать согласие, конечно. Послушайте, есть женщины, которые не нравятся, они коварные бывают, они мстительны, поэтому... Все равно нужно как-то смягчать углы. Но вы резко ей отказали? Вы очень резко ей отказали в резкой форме? Нет, я сказал, что она замечательная, просто не мой человек. Давайте так, давайте конкретно. Если Анастасия будет настаивать на шестерых, а она будет настаивать, вы можете сказать, что вам это не нужно? Она же готова за мужчиной пойти в тайгу и все остальное. Почему она будет настаивать на шестерых детей? Она пойдет, и она будет по дороге в тайгу рожать. Столько, сколько она захочет. Но она вдруг вам позвонила. Да. Она позвонила, спросила, где я. Но она не знала, что я уехал. Вы говорите, ну не ремонт же я делаю, в конце концов. Отдыхаю я в Израиле, нравится мне здесь. Она говорит, я тебя жду, встречу, когда прилетаешь. Она говорит, я очень соскучилась, спросила, когда прилетаешь. И у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Я говорю, давай, как бы не томи ожидания, в чем заключается твой сюрприз. Потому что там оставалась еще отдыхать, но 2-3 дня. Кирилл, я... Она говорит, хочу тебя по рогам погладить при встрече. Кирилл, давайте вещь своим именам называть. Это называется, а не вашу площадь захватили. А получается, тогда в квартире был ремонт, и получается, да. То есть я прописал своего ребенка к себе. Ой, как хорошо. Еще хорошо, что жену не прописали. А то подарили бы вам квартиру, а прописаны были бы все ваши. Ну ладно. Даже не столько в деньгах, сколько в помощи жене. Потому что я все-таки работал, и я только чуть-чуть утром могу помогать, и чуть-чуть вечером. Ну как все мужчины. Да, и еще я в обед приезжал, тоже помогал, чтобы она хотя бы поспала чуть-чуть. А когда всплыли эти 350 тысяч? Получилось так, что мне жена сделала предложение такое. Когда мы уже переехали в новую квартиру, она мне сказала, Саша, давай твою квартиру продавать. Ой, какая молодец. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот, и так получилось, что у меня в этой квартире еще прописана сестра, но она живет со своим гражданским мужем уже давно. Хорошо. И дальше. Давай твою квартиру продавать. Значит, делите пополам сумму, половину сестре, половину мне, и мы на эти деньги открываем какой-то бизнес. Ну, то есть мой папа добавляет половину, и мы, ну, то есть у нас был какой-то либо магазин, либо... А вот как слышится, вот читаешь так, да, историю, говоришь, квартиру подарили, в бизнес пригласили, только называется, это мы в твою квартиру. А еще бы, наверное, если бы продали квартиру бизнес, записали бы на дочку, естественно. Да, наверное, да. А сестра сказала, просив пальцы, может сказать, а ты не видишь ничего, что происходит? Я очень сильно человека любил, и просто не мог поверить, что меня человек может каким-то образом обмануть или... Потому что семья-то обеспеченная, я не думаю, что для них нужна моя там квартира. Потому и обеспеченная. Послушайте, я с одним очень богатым человеком в Оренбург своим родственникам передала сумку. Ну, что там в сумке родственникам передала? Шоколад, какие-то кофточки, какие-то детские плачки. И этот чек исчез. Я думала, с ним что-то случилось, клянусь. И мама звонила, и покойный отчим звонил. Я говорю, с этим чеком что-то произошло. Говорит, а ты не думаешь, он не подходит к тебе. Я говорю, там, наверное, что-то случилось. Это, да бог с ней, с сумкой с этой. Но этого не может быть. Я говорю, это богатейшие люди. И мне одна подружка сказала, а даже очень богатые люди попадаются на мелочах. Нет, живы-здоровы. Вы просто не захотели отдавать. Ее твой кофе, носят твои кофточки. Ты понимаешь? А чем же эта история закончилась? Вы отказали по совету умной сестры. Сказали нет. И бывшая жена мне сказала, что для тебя, как я вижу, важна сестра, а ребенок и жена тебе не нужны. В общем, я у нее спросил, что я могу сделать в этой ситуации. Дурачок все еще верил в любовь и хотел... Вы сказали, что хотите авантюристку и при этом ищите мать своих детей. Вот как у вас это сочетается в голове? Авантюристка и хорошая мать? Дело в том, что сочетание, оно заключается в чем? В том, что вот со мной везде ездить. Вот в этом авантюризме. Ой, можно подумать, что вы ее в Магадан, понимаете, приглашаете. Так я бы за вас не вышла бы замуж, я бы побежала бы замуж за такого, как вы. Мне это нравится. Предлагает золотые горы. Женщине, говорит, еще и ради ребенка, еще я буду тебя на руках носить, и получишь-то многое чего. В чем здесь авантюризм? Авантюризм, если вы предложили жить ей в коробке из-под телевизора? Нет, авантюризм заключается в том, что не все... Или там заложить всю свою недвижимость. Конечно, и для того, чтобы ваш бизнес там... Поддержать. Да. Больше того, значит, я готов ввести ее в компанию учредителям. Послушайте, все, хватит стоп, а то сейчас, знаете... Не надо давать обещания слишком пудрявых человек. Нет, 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 это действительно на самом деле. Не надо, поскромнее, а то сейчас наобещаете. Гарантию дать, что проживет еще лет 20, чтобы дитя поставить на ноги. Конечно, может. Какую гарантию? Здорово. А Василий сейчас ему на руку посмотрит и скажет. Долго у него жители... Подойдите, пожалуйста. Нет, давайте не будем. Можно, пожалуйста. А вдруг там мало? Дай я посмотрю. Ну хотя бы что-то. Можно я вам потом лично скажу? Нет, а можно я тогда посмотрю? А Вася, подойдите, подойдите ко мне. Если плохо, не говори. И другую руку тоже. Пусть смело рожайте. Смело рожайте. Смело, товарищи. Я скажу так. Сейчас огромное количество женщин-охотниц. И то, что вас еще до сих пор... Думаешь, он этого не знает? Не прибрали к рукам. Это значит, что вы очень опытная дичь, которая очень ловко уворачивается. Я просто очень много работаю. Поэтому я то в Германии, то в Европе, то еще где-то. То есть дело не только в этом. Там тоже своих охотниц предостаточно. Тоже могли вас подстрелить в сердце где-нибудь. Не все так просто. И человек вы сложный, требовательный, часто закрытый от эмоционального упадка, переходящий в состояние эмоциональной активности. То есть вы человек с перепадами настроения. Вам нужна женщина, которая к этому относилась бы с пониманием, с откровенным пониманием. Может быть, сама устраивала бы вам перепады настроения для того, чтобы вы были фиксированы не на своих чувствах, а на ее. Я вам желаю женщину, которая вас, ну не то чтобы сильно тиранила, но чтобы она немножко умела вами манипулировать, чтобы вы были постоянно включены в ее игры. Тогда, я думаю, будет меньше ваших собственных страданий. Русска, обидно, что тебе 70, и ты не детородного возраста, потому что в прошлый раз Тёма говорил, что ты женщина его мечты, а сегодня ни слова. И даже позвонил, мне даже не перезвонили. Нет, не минуточку. Я перезвонил, мне дали телефон, я даже позвонил. Минуточку, я теперь все вспомнил. В ресторан пригласить хотел. Да, а что это вы мне, мои помощницы мне все передали. Вот, вот они мне дали телефончик, я позвонил. Вы не звонили мне, я думаю, ничего себе наглец, а. Я так покажу звонок. А они что не звонили бы мне. В этот же день до 4 часов, 5 часов я 4.30 позвонил. Ох, Роза. Глаза ваши бесстыжные. Роза, я тебе говорю, дичь опытная, я даже от Розы ушел. Вот. О чем мы речь? Звонил он тебе. Да не звонил, конечно, звонил. У меня все зафиксировано, я специально все на контроле верила. Мамой клянусь, я звонил, потому что я очень пунктуальный. Нет, почему ты ему веришь, а мне не веришь? Сказать, потому что вокруг тебя столько мужиков бьются, и все хотят твоего молодого тела. А ты же не такая, Роза. Ты вся иная. А вам все некогда. Конечно. Она понимала, что ее юного, еще сына 22 лет, фактически беременностью по залету заманили в брак. Естественно, понимая, да, ну она посчитала совершенно правильно, в общем. Ее можно понять, так оно и было, и поэтому он ее поддерживал, потому что он считал, поверьте, так же. А его, наверное, прямо на аркане, наверное, да, вот это вот? Ларис, взяла на залет, потому что иначе 16-летний, что мама пошла бы, куда бы? А нет, а он когда с девочкой несовершеннолетней ложился, Олух, 22-летний, он чем думал-то? Да, согласна, но его желание идти в брак, это не увеличивает никак, тем не менее. Да, давайте памятник сейчас поставим ему. Нет, не говорю про это, просто Вероника должна понять причины и такого отношения к себе, ну и необходимости больше не совершать таких поступков. А она уже в силу возраста не совершит. Женю грустно и как-то вообще даже никак не реагирует на то, что она говорит. Я с таким состраданием отношусь вот к молодым девчонкам, приезжим, которые самолетами, вертолетами, поездами каждый день, поэтому когда мне говорят, завидуешь молодым, я говорю, господи, спаси, сохрани. Вот если бы мне снова сказали, хочешь, чтобы тебе было 24 года, я бы, наверное, лучше бы в тюрьме отсидела какой-то. Что я и сделал. Потому что в голове каша, потому что не понимают время, пространство, себя в этом не чувствуют. Они, я говорю, меня даже не поняли. А я хочу обратиться ко всем маленьким бедным дурочкам, 15 лет, которые верят мужчинам серьезно, их старше, которые доказывают своим мамам, что они уже достаточно взрослые для того, чтобы любить и испытывать взрослые чувства, ложиться с мужчинами в постель, а потом ломают себе жизнь. И за одной-двух таких ночей. Девочки, не совершайте ошибок. Потому что один раз, вот эта псевдолюбовь, в лучшем случае этот парень на вас женится. В лучшем. И то этот брак долго не продлится, поверьте. В худшем случае останетесь одна воспитывать ребенка или после аборта со скалеченным здоровьем. Девочки, не начинайте раннюю половую жизнь. Вот это просто мой призыв. Довольствуйтесь чистыми отношениями. Это на самом деле здорово, это только звучит несовременно. А на самом деле это хорошо. Вот я считаю, что сейчас Вероника, к сожалению, будет вынуждена расхлебывать последствия, ну, какой-то своей юношеской. Ну, в 18 веке взывались такими же призывами. Ты права абсолютно. Я считаю, я вообще не жалею, на самом деле. Все правильно. У меня прекрасная дочь. Эльвир, какие у вас вредные привычки? Практически нет. А вы храпите? Нет. Ну, откуда же он сам знает? Нет, знаю, знаю. Не, ну, говорят, есть храп. А ты? Я нет. А я да. Ну, вы спите в отдельно комнате. Нет, дело не в этом. Это такая была унизительная ситуация, когда я сказала, говорю, ты знаешь, Игорь, я буду спать в другой комнате, потому что ты храпишь. Он говорит, Ляльчик, ну, когда ты храпишь? Я же тебе ничего не говорю. Я говорю, я? Как ты смеешь? Я вообще звезда, роза, зефир, эфир. Как ты смеешь? Он говорит, нет, ну, меня это никак. Ну, храпишь. Как ты попробуешь объяснить это своей супруге, сказать, что я не смогу взять тебя с собой, вам придется встретить. 12 часов пробьют без меня, дорогая. А можно встречный вопрос? Можно. Говорит, Гузель, вот смотри, я могу сегодня заработать 100 тысяч евро за ночь. Да. А могу их не зарабатывать, а сидеть рядом с тобой под елку. Ваше слово. Что скажет Гузель? Нет, подружки, конечно, скажут, конечно, Гузель, это же семейный праздник. Зачем тебе эти 100 тысяч? Нет, зачем? Неправда, зачем кто сидит дома? Неправда. Вы знаете, ну... Понимаете, вот если бы он пьяный в тренинг, пошел бы в соседскую квартиру погулять за их стол, были бы вопросы. Я думаю, у Гузеля... А когда... Извините, у Гузеля хватит мудрости. Послушайте, это если повезет. И Илью пригласят в новогоднюю ночь за хороший гонорар, то они будут вместе радоваться. Дай бог. Ильюша и Гузель, конечно, когда у вас жена, вы должны хоть как-то с ней где-то совпадать. Конечно. Вот, представляете, она приходит с работы, а вы в валенках, в варежках, закутаны оренбургским пуховым платком, потому что вы уже не идите. Сороковой день. Вам холодно, вам не до чего. И что? Ну, как и что? Не, эротичная картинка. А она говорит, хочу на каток, хочу в зоопарк, а вы говорите, иди сама одна. И таким кослявым пальцем ей на дверь показывать. Андрюш, а наши слезы опять в сестре в Челябинск, да? Вот хорошие перспективы. Выглядит очень трагично. Безусловно. Кантер и есть трагичный. А если мы будем вместе, двумя кослявыми пальцами возьмем под руки... Грукт будет страшный. Да, и проткнете кого-нибудь, прохожих, этими своими костями. Зачем? И пойдем вместе на каток. Скажите, вам Гиля нравится? Она тоже такая же замороченная, как и вы. Я думаю, что она легко спишется. И вот в это голодание, и будет работать... А она риэлтор, послушайте. Фу! Вы быстренько квартирку-то окупите, а? Конечно. А Юля готова голодать со мной вместе? Да, Юль, кстати. Да, она практически уже голодает. А потом Элка вскроет своим ключом дверь, увидит вас там под одеялком, сожмете друг к дружке, поскуливаете там. Она скажет, не для этого я, Юлька, тебя отправляла в Питер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова